Всем привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать на мой канал Светлана Рай на даче. Дорогие друзья, вот сегодня у нас вот такая погода. Несколько дней было тепло и одновременно лили проливные дожди, грозы были. Ну а я, естественно, успевала быстрее-быстрее делать огородные дела. Вот, и сейчас хочу вам показать, как у нас тут все изменилось. Видите, ивы зазеленели, небо сегодня вот такое вот в тучках, вот, и постоянно дует ветер, постоянно дует ветер, и это плохо. Хотя погода такая сегодня умеренно теплая. Вчера была жара. Вот, моя ирга уже стала распускаться. Это значит потеплело. Вот, сейчас покажу еще другие изменения. Вот такая она. Она почему-то снизу распускается сначала, а потом кверху. Вот, очень много будет ягоды. Она такая крупная у меня, вкусная. Хоть и молодой кустик, у меня их два. А вот, хочу еще третий посадить. Мне нравится ирга, декоративная. И птичкам хватает, и самим хватит покушать. Сейчас покажу айву японскую. Посмотрите, как она набрала цвет. Столько много цвета. А вон там даже, сейчас покажу. Так. А вон там даже распустилась. Вот. Вот такая она у меня почему-то такая вот стелется по земле, потому что верхние веточки, некоторые обмерзают. Вот такая вся усыпана. Очень много будет плодов. Я все время их использую для чая. Замораживаю тоненькими пластиками. И в чай потом... Ой, отличный чай после бани. Это вообще красота. Значит, мои вазоны вот закаляются на воздухе уже. на постоянном месте я поставила. Так жалко мне было обрывать эти цветы. И я оставила. Но надо, надо все равно. Вот. Сильный ветер все-таки потрепал. Потрепал. И вот я вижу здесь листики. Мне обращает внимание, руки грязные. Высаживала перцы. Ну, в общем, вот мои вазоны. Здесь 11 штук. Я еще не до конца высадила рассаду. Потому что, ну, не хватает рук у меня. Ну, не хватает никак. Вот. Еще привезла из дома гераньки. Гераньки. Ну, сейчас пойдем к дому. Я покажу по ходу. По ходу. Все покажу. Яблонька набрала цвет, но еще не распустилась. Еще вот у нас не хватает им тепла. Не хватает. Абадан весь цветет. Вот такими красивыми цветами. Вот такая красота. Вот такая прелесть. Правда? Душистые такие они. Красивые. Вот. Цветет и радует. Так, вот у черноплодки начинают, значит, бутоны. Видите? Цветочные вот эти пучки выходят. Скоро она зацветет. Но тоже еще очень слабо. Видите? Еще не вся распустилась. Еще не вся распустилась. Вон, видите, крапиву подращиваю для того, чтобы ее в бродилку положить. Вот. Так. Вот я привезла из дома часть своей керани. Потому что все за раз было не увезти. И вот они у меня тут, значит, возле домика стояли. Но вчера был такой сильный ветер. Значит, гроза и одновременно жарко. и они вот немножко поблекли. Поблекли, но так ничего. Адаптируется, короче говоря. Так. Вот еще мои два вазончика стоят. Вот. Здесь. А те еще кашпо я не вывесила. Не вывесила. Надо их повесить. Руки не доходят. Нет помощника. Не хватает времени. Так. Розочки заметно повеселили. Листики у них стали больше. Вот. Я просто пока их пролила, но еще не подкормила. Вот. Вот другая моя красавица. В общем, в нормальном они пока состоянии. я с весны, ой, вернее, с осени их очень хорошо подкармливала. И вот, наверное, за счет этого они, можно сказать, выжили. Вот. Еще одна. Это я сильно очень окучила их. Вот. Они такие вылазят. Вот. Это очень красивая роза тоже. Выходит хосты. лилейнички подросли вот за это время, что вот ромашечка подросла, что было тепло. И вот даже хоста вышла. Хоста вышла. Она такая красивая, пестренькая. Вот. Чесночок немножко подтянулся, но он меня не радует нынче. Какой-то он... Вот было холодно, а вчера жарко. и он какой-то вот такой. Никакой. Один раз я его мочевиной подкормила, но этого недостаточно. Там у меня конский... конский такой... конская бродилка настаивается. Вот им я и буду подкармливать. А вот батон ничего. Хорошо себя чувствует. Прекрасно. Вот. Капуста моя подрастает. А та капуста белокочанная выжила и в общем подрастает. В общем, здесь я посадила огурцы, дорогие друзья. Огурцы вот в таком большом тоннеле сделала... Уже не буду сейчас открывать, потому что ветер разных-разных сортов. Тут и шоша, и солтис, и гармонист. Ну, в общем, сортов, видимо, невидимо. Разошлась я нынче. Вот. Был такой вчера ветер. Это я делала вчера. Этот парничок. Я намучилась, тут летала. Вот. Но ничего. Справилась. Вот. Значит, что я добавляла в лунку? Во-первых, у меня эти огурчики сидят на конском навозе. Вот. Но я добавляла биогумуса. Вот. А больше, в принципе-то, я ничего не добавляла. А вот огурчики были у меня пророщенные, а другие сухие семена. В общем, и сухими пророщенными я высадила. Но еще хочу в бочечку посадить конкурент огурец. Уж больно он мне нравится. У меня там бочечка такая небольшая пустует. А здесь, друзья, я посадила картошку. Картошку. У меня здесь три ряда по 11 штук. Вот получается 33 картошины посадила. картошка. Ну, а там за ниточкой я буду делать как всегда капустную грядочку. Итак, я сегодня высаживала перцы. Вот сейчас их надо быстрее-быстрее укрывать, а я вам снимаю видео, чтобы показать. Значит, здесь у меня разные-разные сорта. И атлант, и красная лопата, и ранняя птаха, и морозка, и вот уже дождик пошел, и очень много других сортов. И друзья мои, что я закладывала в лунку? В лунку барафуску, вот, и биогумуса. Вот, и сначала посадила, а потом уже пролила. Вот, очень хорошо. и получилась вот такая, ну, здесь где-то три метра, наверное, трехметровая у меня плантация из перцев. Вот сейчас я их закрою шестидесяткой. Это все-таки открытый грунт, но уже не было мучи ждать, когда они там томятся. Вот, одни помидоры остались у меня. И, значит, вот накрою, а потом еще пленкой. И огурцы пленкой накрою, чтобы им было тепло. Ночами у нас еще холодно. Вот, вот видите, ну, ничего, они вроде бы так себя хорошо чувствуют. Вот только отсадилась, только-только-только. Вот. Вот так они сейчас у меня. Какие получше перенесли, какие похуже перенесли. Вот. здесь, значит, вот скопала целую поляну для того, чтобы посадить еще вот картошку. Картошку и здесь у меня и бывают и кабачки, и вон там по краю свеклу. Рябинка распустилась. Вот. А под рябинкой у нас тут медуница. очень лечебное растение от кашля прекрасно помогает и от многих-многих других болезней. Вот тут под рябиной я посадила, из леса принесла целую-целую куртину. Вот. Ну вот, друзья, начинается дождь. Я показала вам свой фронт работ. Работа еще море. и дождь начался и уже невозможно снимать. На этом я свое видео заканчиваю. Всем замечательных посадок, всем больших будущих урожаев, всем пока-пока, до новых встреч! До новых встреч!